Рыбка Продолжаем 20 главу невидимой брани преподобного Никодима Святогорца о борьбе с нерадением, борясь с нерадением и продолжаем. Если злой помысл, усиливаясь ввергнуть тебя в нерадение, станет представлять тебе, что для стяжания добродетели, которые возлюбил ты и возжелал иметь, неизбежно тебе поднять величайший труд, и при том многие дни, и что враги твои сильны и многочисленны, а ты один и немощен, и что тебе надлежит сделать многое, при том великих дел, чтобы достигнуть такой цели. Если, говорю, помысл нерадения станет представлять тебе все такое, не слушай его. Не слушай его. А как отсечь это не слушание, если оно гудит, жужжит, и мы к нему привыкли, даже не замечаем и не имеем понятия, что его можно не слушать. Думаем, что это помысл-то наш. Молитва Иисусова, как меч, отсекает это. Либо слушаешь, либо молишься. Либо молись хотя бы словословно, то есть хотя бы на кончике языка пытаясь. Не слушай его, а напротив. Так представляй себе дело. Что, конечно, надо делать тебе дела, но немного, что и труд надлежит тебе поднять, но очень малый. И немногие дни. Что и врагов встретишь, но немного. А только одного какого. И этот, хоть против одного тебя и силен был, был бы, но при помощи Божьей, которая всегда присуща тебе, всегда присуща тебе, ради великого твоего на нее упования, ты несравненно сильнее его. Если будешь так поступать, то нерадение начнет отступать от тебя. Вместо же него, под действием благих помышлений и чувств, начнет входить в тебя мало-помалу, чаливая о всем должном ревность и завладеть, наконец, всеми силами твоей души и тела твоего. Ну, хороший практический пример, как мы тоже можем помыслом откидывать злой помысел. Вот сначала он пишет, что для стяжания добродетелю, который возлюбил ты и возжелал иметь. Вот так часто случается, что, естественно же, вступив на путь спасения, или думая, что вступили на него, по гордыне своей мы рисуем себе, как в начале поста даже, подвиги, как мы этот пост пройдем. И нам хочется. И хотелось бы пройти вот так, как нам хочется. И желаем мы этого. Но все это желание остается вот на уровне нашего воображения. И фундаментом его во многом служит наша гордыня. Больше гордыня, чем смирение своей немощи. И Господь не попускает нам этих подвигов. С одной стороны, чтобы мы не ввалились в гордыню, а смирились. А иной раз и попускает. На начальном этапе, помню, попускает, чтобы... Ну, на-на, попастись. Посмотрим, какие будут плоды. И ты напастился, намолился, подвиг такой поднял. А толку никакого. Смирения нет, терпения нет. Любви к ближнему. Только я гипертрофированный еще больше, как результат твоего поста. Да, но все же, если берешься и идешь как бы в правильном направлении, получается, то лукавый сразу посылает целую толпу вот этих воинствующих против нас помыслов, что, ай, тяжело. Даже, ну, на молитву вечернюю встать или к посту подойти. Да, воображение, вот это ненужное нам воображение, мы можем мыслить. Можем рассуждать где-то. Но вот воображать не надо, какие ты будешь творить дела. Приходит, а ты сразу. Ну, ладно. Сделаю чуть-чуть хотя бы это. Вот на вечернее правило становишься или готовишься к причастию, да, кажется, опять, какие каноны там вычитать надо, опять это все, тут уже времени, всего мало. Ой, фуф, ай, прости, Господи. И пошел на поспадки. А вот прочитай хотя бы вечернее, или хотя бы один канон покаянный, и все. Становишься, молишься. Ведь результат-то молитвы есть. Даже если ты там больше словословишь, то Господь все равно как-то намерение сердца твоего видит и дает. И вот, помощь, наверное, в виде благодати. И ты его по канону прочитал, думаю, ну, действительно, ну, еще один. А вот самое тяжелое, это вот встать и начать. И говоришь, встану и сделаю хотя бы, вот, чуть-чуть, немножко. И начинай делать. Главное, начни, а не сиди. А то ведь потом даже что пишешь, что получается, ты даже и не собираешься ничего делать, а уже только сидишь в воображении, что тебе потом, это же и это надо будет делать. Слушайте, так это же и всю жизнь надо будет там. И может и поститься, и молиться. И утренние, и вечерние правила. Это постоянно, это уже и сначала, так это уже до конца жизни. И все, ой, 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 все это. И у тебя реальная, даже физическая начинается тяжесть, а ты ничего даже делать не начал, кроме того, что воображать. И от пустоты воображения у тебя идет поражение духовное не только на уровне духа, души, но и тела даже. Тебе становится тяжело. От той пустоты, которую ты на себя наваливаешь. А пустота эта, оказывается, имеет свой вес. Таким же образом поступай в отношении к молитве, если для совершения какого-либо последования службы требуется, положим, час молитвенного труда, и это кажется тяжелым для твоей лености, то ты, приступая к всему, не думай, что тебе придется час стоять. А воображай, что это продолжится какую-нибудь четверть часа, и незаметно простоишь, молитвословствуя эту четверть. Простоявший же сие, скажи себе, простоим еще четверточку, это немного, как видишь, потом то же самое сделай и для третьей, и четвертой четверти. И кончишь таким образом это дело служения молитвенного, не заметив трудности и тяготы. Вот ведь что удивительный результат может получиться в конце. Как сначала это было тяжело, а даже час пройдет, ты стоял молился, а заканчиваешь, а уже и даже трудности, тяготы нет, и какая-то легкость появляется. Если же иной раз в продолжении всего случится почувствовать такую обременительность, что она мешает и самой молитве, может быть и по-другому, видите, в самом процессе станет тяжело, что она мешает и самой молитве, то оставь на время молитвословие и потом опять спустя немного бери из-за него и докончи недоконченное. Но тут вот как, что значит оставь? Ну это, наверное, пойди сделай что-нибудь другое. Если вот вечернее даже какое-то оправило или вечером готовишься к причастию, то это оставь, это не значит, наверное, обратно сядь или приляг, или включи телевизор, или залезь в телефон. Нет, тут, наверное, что-то другое. Ну сходи, отвлекись, лицо там от дыма, зубы почисти. Отвлекись, чтобы сделать что-то другое, но не расслабиться окончательно. Так же поступай в отношении к рукоделию и к делам послушания твоего. Покажется тебе, что таких дел много, ты и мятежся, и готов руки опустить. Народная поговорка. Глаза боятся, а руки сделают. Фронт работает такой здоровенный. Ой-ой-ой-ой, а как же это все сделать-то? Одному тем более. Ну ладно, Господи, помоги, и пошел. И вот с этого смотришь в конце, потом, а ты все сделал. А как, как? А как успел, когда? Слава Богу. И готов руки опустить. Но ты не думай об этом множестве дел, а скрипя сердце, берись за первое предлежащее и делай его совсем усердием, как бы других совсем не было. Вот взялся за дно и делай. И сделаешь его спокойно. Потом таким же образом поступи в отношении к другим делам, и все переделаешь спокойно, без смятения и хлопотливости. Ну вот тогда, если ты уже привык к суете, и нет даже попыток молитвы отсекать помыслы, лукавый вваливает тебя в суету, и тебе очень тяжело делать одно дело. Ты постоянно так дергаешься и на одно, и на второе, и на третье. Ай, ничего не успеваю. Опять все. Раздражение. Это вот тут на брань надо держать. Вот делая это одно дело, с усердием, внимательно, брань надо держать. Не оставлять молитвы, потому что лукавый в суету пытается нас все равно загнать, а потом уже расшатает и на что-нибудь еще отвлечет, и мы упадем. Если встал на рельсы, все. Едь, может быть, тихонечко, тихонечко катись, но не отвлекайся и молись. Молись. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 Спасибо.